Девушки отдыхают Эту группу я вижу впервые, не помню, чтобы когда-либо подписывался на нее. Меня ужасно это заинтересовало, и я открыл новость, чтобы посмотреть до конца. Но вместо этого меня перекинуло на страницу с ошибкой 404, где я увидел анимированного человека в маске Крика, который ходил взад-вперед по странице и махал ножом. Внизу было написано, что он убил эту страницу. А еще какие-то ссылки. Я посмеялся, допил чай, закрыл браузер и пошел спать. Проснулся я среди ночи от ужасной музыки. Я вначале подумал, что это соседи. Попытался уснуть, но не получилось. Уж больно странная музыка была. Как будто... Как будто похороны. Я встал и сразу понял, что музыка играет не от соседей, а внутри моей квартиры. Я пошел в комнату, где стоял компьютер, и от увиденного пошли мурашки по коже. На экране бегал тот самый мужик в маске с ножом с того самого сайта. И опять была надпись. Он убил эту страницу. Посмотрев на адрес, я увидел, что была страница ВКонтакте моей девушки. И сколько бы я ни обновлял, ничего не менялось. Это показалось крайне странным. Но я подумал, что это всего лишь вирус в компьютере. И решил разобраться с этим завтра. Утром я решил позвонить своей девушке и решил рассказать ей об этом. Но трубку взяла ее мама, которая пригласила меня приехать. Приехав к ней домой, она меня встретила с блуждающим взглядом и... с растрепанными волосами. В квартире было четыре сотрудника полиции, от которых я узнал о том, что... о том, что мою девушку... кто-то убил сегодня ночью. Ее холодное тело мать обнаружила утром в окровавленной кровати. Позже из разговора сотрудников полиции я узнал, что это было ножевое ранение в голову. Моя девушка даже не успела проснуться и умерла моментально. Никаких следов, кроме крови, обнаружено не было. Поговорив с ее матерью и немного успокоив ее... Я вернулся домой. Уже прошло два дня с той смерти. И... Сидя в контакте, я... Каждый раз обнаруживаю все больше и больше аккаунтов моих друзей, где вместо фотографий и надписей на стене по экрану убегают мужики в черном балахоне и... Машут ножом. Каждый день я узнаю о новой смерти моего друга или знакомого. Я уже понял, что это не вирус. Я пытался удалить оставшихся друзей, чтобы не подвергать их опасности, но вместо удаления мне показывали ту самую страницу с ошибкой 404 и тем самым мужиком в маске. Пять дней назад... Убили последнего в списке моих друзей. Я не сплю уже пятый день. А ведь я знаю, кто остался последним. Это я. Но я больше не могу не спать. Перед смертью я, пожалуй, оставлю тебе эту самую ссылку, которую я посчитал за обычную страницу ошибки. Чтобы не я один мучился. Она есть в описании под этим видео. Самое ужасное мучение это узнавать о смерти близких.